С вещами на выход. В Херсонской области угрожают не давать инсулин без российского паспорта, не выдавать гуманитарку и отправить украинских детей на линию разграничения. Об этом заявил так называемый глава ПГТ Лазурная, который сейчас находится под контролем РФ. На видео Александр Дудко, который до оккупации работал в одном из коммунальных предприятий, а потом переметнулся на сторону россиян, ругает тех, кто не хочет брать российские паспорта и называет их ждунами. Об этом далее. Итак, в видеообращении Дудко назвал украинцев, которые не хотят брать российские паспорта ждунами. По его словам, в поселке не будут выдавать местным жителям медикаменты, якобы купленные на средства России. В частности, инсулин, который нужен больным диабетам. Также Дудко стал угрожать семьям, которые не отправляют своих детей в школы, в которых преподают по российской программе. Он сказал, что родителей привлекут к административной ответственности, а затем и к уголовной. Передуманный список детей, которые за время начала СВУ, за два учебных года, ни в одного дня не были в школе. Но, дабы всем было понятно, согласно законам Российской Федерации, в первую очередь, эти родители будут привлечены к административной ответственности, потом к уголовной. А потом мы их посадим в автобусы, вывезем на полосы разграничения и отправим их в ваши школы украинские, где вы будете учиться, родные мои. Будете учить свой родной язык. Кстати, сейчас ученики на оккупированных территориях могут учиться онлайн по украинской программе. То есть школьники получают образование, просто их родители против того, чтобы дети учились в российской школе. За это их хотят выгнать из родного поселка и собственного дома. Аналогичная ситуация и с выдачей гуманитарной помощи. Украинцы, отказавшиеся получать паспорт РФ и из-за оккупации оказались в сложной ситуации, помощь не получат, потому что, по словам Дудки, они просто, цитирую, ждуны. Гауляйтер Лазурнова подчеркнул, что украинцы должны получить паспорта страны, которая их кормит, дает пособие, выдают гуманитарку и обеспечивает безопасность на этой территории. И, что самое печальное касательно гуманитарной помощи и безопасности, накануне войска РФ обстреляли подконтрольную Украине-Белозерку Херсонской области именно в тот момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Пострадали 8 человек, говорит глава пресс-офиса Херсонская ВА Александр Толоконников. Там центр гуманитарный, в принципе, там и АТБ, но большинство людей туда съезжаются за покупками недалеко от АТБ. Поэтому, что они хотели, ну, в очередной раз убеждаемся, что они хотят максимальное количество жертв среди мирного населения. Очевидно, что обеспечивать людям безопасность приходится от самих же россиян, которые пришли на чужую территорию. А ждуны, как их назвал Дудко, это украинцы, которые хотят жить у себя дома на своей украинской земле. Но это, похоже, никого не волнует. Стоит отметить, что Дудко не впервые выступает с подобными заявлениями. В июне он обещал, что без паспортов России, цитирую, через какие-то 2-3 недели люди не смогут устроиться на работу и получать пенсии. И это только вершина айсберга всех угроз, которые звучат с стороны так называемых властей Херсонской области. В июне на Херсонщине украинцев заставляли получать паспорта РФ, угрожая конфискации имущества и депортации. Оформить гражданство РФ требовали в течение 60 суток. Об этом говорили в Центре национального сопротивления. Там также сообщали, что россияне поголовно проводят обыски, пытаясь выявить партизан. В частности, сотрудники ФСБ РФ обыскивают частные дома и проверяют документы у людей. В ходе таких мероприятий в населенных пунктах отключают мобильную связь. В случае отсутствия паспорта РФ оккупанты угрожают конфискации имущества и принудительной депортации, если в течение 60 суток данный документ не будет оформлен. Во временно оккупированном геническе пошли еще дальше. Угрожают местным без российских паспортов и депортации в Сибирь, сообщил генеральный штаб ВСУ. По имеющейся информации, попасть на подвал стало в разы легче, пишет генштабе. А еще коллаборанты, желая выслужиться перед российскими властями, постоянно клевещут на местных и проводят безосновательные проверки. От подобных репрессий страдают не только жители Херсонской области. Аналогичная ситуация и на оккупированных территориях Запорожья. Там также постоянно проводят обыски в домах местных жителей. В случае отсутствия российского паспорта, людям угрожают арестом и проводят более тщательные обыски, чтобы найти доказательства сотрудничества с украинскими партизанами. Это подтверждают и свидетельства людей с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, с которыми удалось пообщаться на условиях анонимности, пишет Deutsche Welle. Пожилой мужчина с левобережной части Херсонской области жалуется, что представители властей РФ угрожали забрать его автомобиль, если откажется от российского паспорта. У нас в военной РФ провели обыск, когда я показал украинский паспорт. Начали кричать, чтобы я его сменил на российский, потому что заберут авто, а меня депортируют. Сказали, что у них процедура упрощена, мне нужно только написать заявление, и они вернутся через неделю проверить, получил ли я уже их паспорт. Еще одна женщина из Запорожской области, плача, рассказывает, что россияне прекратили забрать и депортировать ее малолетних детей, если она немедленно не напишет заявление на получение российского паспорта. Другой украинке российские воины пообещали надеть мешок на голову за отказ стать гражданкой России. Мы держались до последнего, не хотели брать, но уже просто стало невыносимо и страшно. На улицу нельзя выйти, повсюду проверяют и угрожают. Моего знакомого российские оккупанты очень жестоко избили из-за того, что он сказал, что не знает, где и зачем получать тот паспорт. Судя по всему, приспешников российской власти поджимают сроки. Недавно Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, живущие на оккупированной части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и решившие сохранить украинское гражданство, могут оставаться на этих территориях только до 1 июля 2024 года. После этого без российского паспорта украинцев могут депортировать с оккупированных Россией украинских территорий. И, вероятно, желающих добровольно стать российскими гражданами на оккупированных территориях оказалось не так много, как ожидали россияне. Поэтому власти начали применять террор. Ведь былые способы, такие как обещания изменений к лучшему, подкуп гуманитарной помощью у них не сработали. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях, также подпишитесь на наш телеграм, там первыми узнаете все главные события о войне.